Девушки отдыхают Девочке исполнилось два года, Меган приняла решение, отныне с колыбелью покончено. Вот только малышка оказалась не готова к тому, что ее больше не сдерживают никакие защитные перила. В итоге она начала спать в самых разных и причудливых, еще и диковатых позах, раз за разом веселяй мать. Оклин свешивалась с кроватки, а порой вообще предпочитала спать под ней или просто на ковре рядом. К счастью, прошло всего лишь две недели, после чего девочка свыглась с нововведением. Меган рассказала, что дочь теперь спит нормально, а если ей покидает кровать, то это значит, что она выспалась и готова к новому дню. Рыбалка может быть как удачной, так и не очень, но этому юному жителю Аляски грех жаловаться на неблагосклонность фортуны. Мальчик, который вместе с родственниками занимался подледной рыбалкой, оказался настолько везучим, что подцепил действительно крупную рыбину. Улов, извлеченный из проруби, оказался размером самого юного рыбака. Остается только наградить ребенка аплодисментами и пожелать дальнейших успехов на рыболовном поприще. Ну и может тайком так немножечко позавидовать. Как все вокруг преобразилось с приходом декабря? Вот, например, кадры из Ростова. Сладкий фасад в центре города. Даже от просмотра может слипнуться сердечко, конечно. А вот вам небольшой новогодний воздушный шар на Большой Садовой. Скажете, при чем тот воздушный шар к главному зимнему празднику? Не вопрос, держите снеговика возле Дворца Творчества и Молодежи. А вот кадры, которые прислали из Южного Новороссийска. Новогодний троллейбус. Пользователи сети спросили, чем же ответит Ростов? Повышением цен на проезд, написала Катерина, а Роман оставил очень правильный комментарий. Ответит новогодним трамваем. Да, есть у нас такое, кстати, ждем его появления и в этом году. Летиша Макс Вейн признается, что обожает смотреть фильмы про Гринча. Ни одно Рождество не обходится без того, чтобы не пересмотреть приключения любимого персонажа. Именно поэтому 29-летняя визажистка из Австралии подумала, что было бы неплохо в этом году украсить праздничную елку, полностью посвятив ее теме Гринча. Теперь она по праву гордится своей елкой, принесшей ей дополнительную славу не только в социальных сетях, но и в местных СМИ. Самую строгую критику Летиша ожидала от своей племянницы, но волноваться не стоило. Маленькая девочка пришла от тетиной елки в восторг. Героиня этой истории, для которой забота об интерьере является не пустым звуком, уверена, что за тематическими елками будущее. А праздничные деревья, украшенные чем и как попало, должны остаться в наших воспоминаниях детства. Никола Кулич, талантливый художник из Сербии, снял на видео процесс создания одной из своих работ. Видеоролик заинтересовал зрителей, и дело даже не в том, что мастерство 36-летнего мужчины позволило ему изобразить на удивление реалистичного голубя. Вся соль рисунка в 3D-эффекте, благодаря которому птица как будто вылетает из бумажного листа. Никола рассказал, что потратил на картину около 4 часов, но на иные, более масштабные творения уходит до 20 часов кропотливой работы. В север Ростовской области атаковала полноценная зима. И если эти вот снимки прислали жители поселка Чертково, то следующие кадры прямиком из парка Лага. В сказочном парке сказочная зима. Смотрю и сразу хочу новогодья, написал Сергей. А у меня плюс одно новое слово в личном запасе. А вот еще одно видео, которое в сети прозвали «Укладкой рулонного снега». Ну, предлагаю смотреть со звуком. Итак, Новый год уже скоро. Наша команда раскладывает снег. И праздник близится. Респект таким людям, написал Евгений. Ну, действительно, что бы мы без вас. Хомяк приобщился к волшебному миру игры «Супер Марио», пройдя один из уровней в реальной жизни. Диорама, созданная в виде игрового уровня, включала все необходимое. Там были и враги главного героя, и трубы, и ступеньки, и даже крошечная шляпа для хомяка Марио. Во время прохождения уровня на заднем плане играет саундтрек из игры, так что хомяк исследовал новый мир в атутичной обстановке. Несмотря на то, что новоявленный Марио слегка нарушал правила игры, он все-таки сумел в итоге достичь заветного флажка и закончить уровень. Семейство из США настолько любит Рождество, что готово потратить немало сил, фантазии и денег на подготовку к празднику. Хозяева украсили свой дом, превратив его в потрясающее световое шоу с музыкой. У нас есть небольшое видео, давайте насладимся этой красотой. Неудивительно, что возле такого замечательного дома так и тянет постоять подольше, но чтобы во всех подробностях рассмотреть все светящиеся элементы, сменяющие друг друга под музыку. Новый трюк от ростовского каскадера Евгения Чеботарева, как всегда, смертельно опасный. Напомним, предыдущий фокус закончился Дананчанина переломом позвоночника, но обошлось, подлечился и снова в бой, объяснили в сети. Пользователи разделились на два лагеря. Потом не открывайте сбор на лечении, написал Арсений, а Антон оставил такой комментарий, когда перебегают перед машинами на трассе, и то не так тупо выглядит. Ну или вот подпись от Сергея. У меня два вопроса. Где сам трюк и зачем? Но нашлись среди пользователей сети и поклонники такого экстремального творчества. Голливуд ждет таких дерзких, написал Денис. Вспомните, Джеки Чан весь переломанный, попытался всех успокоить роман. Ну, сколько людей, столько и мнений. Главное, не пытайтесь это повторить, если, конечно, сможете. Скоро придет время наряжать елки. А для кого-то, возможно, оно уже пришло. Вот только все относятся к этому процессу по-разному. Бесспорно, елки красивые и создают праздничное настроение. Но при одной только мысли о развешивании игрушек и наматывании мишуры и гирлянд, у иных людей портится настроение. Теперь же все, кого не вдохновляет дизайнерский труд по украшению праздничного дерева, могут воспользоваться интересной новинкой. Похоже, что в этом году елки необычной модели поп-ап пользуются популярностью. По сути, это уже наряженные деревья, которые вам даже не надо собирать. Достаточно разложить их парой несложных движений. Правда, такая новинка вряд ли заинтересует любителей натуральных елок. Но это уже другой вопрос. Собачка по кличке Лил Хоббс вполне благосклонна относится к такой процедуре, как педикюр. Особенно, если учесть, что животное, которому в очередной раз необходимо постричь когти, обездвиживается необычным и несколько забавным способом. Чихуахуа подвешивают в специальном гамаке, откуда свисают лапы, полностью доступные всем манипуляциям мастера. Зрители не только повеселились, поглядев на странный педикюр, но и отметили, что Лил Хоббс, на удивление, спокойно. Некоторые владельцы собак с грустью заметили, что их собственные питомцы умудрялись бы дрыгаться даже в гамаке и дергали бы лапами. В общем, сделали бы все возможное, чтобы стричка когтей проходила максимально сложно, нервно и трудозатратно. Обнаружены элитные апартаменты ростовских котиков в подъезде одного из домов на улице Чехова. Коты – это жизнь. В Египте коты священны. В Писании коты священны. Первым в новое жилье пускают кота. Доброе слово – приятно. Никогда просто так не укусит, не набросится. Написал Игорь, и кажется, что эти апартаменты облагораживал именно он. Андрей, например, поделился своим опытом. Когда работал пешим курьером, ни дня не было, чтобы котиков на улице не погладить или колбаской их не угостить. А вот Евгений оценил дизайнерское решение. В стиле «лофт» посчитал он. Когда фото с запахом, пошутила Елена, остается только гадать, каким именно. Готовясь к свадьбе, жители одной филиппинской провинции заранее выбрали романтическое место проведения церемонии. Вот только у природы были иные планы, которые несколько подпортили настроение молодоженам. Из-за тайфуна выбранный ими пляж стал вовсе неприветливым и встретил жениха с невестой сильным ветром и проливным дождем. Практически все гости бросились искать укрытие, но главные герои праздника и их ближайшая свита доказали, что не поддадутся превратостям погоды. В итоге навеспеченные супруги все-таки обменялись свадебными клятвами, и их необычный поступок вызвал восхищение у многих зрителей. Теперь отважным молодоженам желают большого семейного счастья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце часа отчаянных поисков обручальное кольцо было обнаружено, и невеста сказала-таки свое запоздалое «да». Как обычно, было все, но только хорошее. Это подсмотрено в сети. Хорошего в жизни должно быть много. Вот чего мы и вам желаем. Не только через неделю, в следующем выпуске, но и все дни до этого. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова